В прошлом сезоне Memphis Grizzlies превзошли все ожидания фанатов команды, да и не только команда, а в принципе фанатов НБА, квалифицировавшись в плей-офф через участие в турнире Play-In, в котором одолели Golden State во главе со Стефом Карри. Да, они вылетели в первом раунде, но даже смогли зацепить одну игру в противостоянии с мощной Ютой. После обмена таких игроков, как Марк Газоль и Майк Конли, никто не думал, что Memphis так быстро восстановится. Однако, Джам Оранд и Дилан Брукс, а также другие качественные игроки, позволили команде выйти на новый уровень и даже попасть в плей-офф. Сегодня мы хотим поговорить об этой франшизе и их перспективах в следующем сезоне НБА. С вами Оранжевый Мяч, давайте как обычно соберем 250 пальцев вверх и не забудем подписаться на наш канал. Спасибо вам огромное за вашу поддержку и комментарии, погнали! В этом межсезонье Memphis был чуть ли не самой активной организацией, если смотреть на это с точки зрения их обменов. Для начала, перед драфтом, команда совершила громкий обмен с новым Орлеаном, в котором потеряла Йонаса Волончуна со 17-й и 51-й пики этого драфта, взамен получив Стивена Адамса, Эрика Бледсоу и 10-й и 40-й пики соответственно, а также защищенный пик Pelicans 2022 года. Этот обмен дал понять лиге, что Memphis никуда не торопится в развитии своей франшизы. Они получили более высокий пик и выбрали на драфте отличного парня, Заира Уильямса. Команда нацелена на получение большего таланта, нежели непонятной силы прямо здесь и сейчас. Все, что им нужно, это развитие главной звезды Джа Моррента, Дилана Брукса и Заира Уильямса, как основы для будущего. По 40-м пикам, Гризлис выбрали еще одного очень интересного парня, Джареда Батлера, который также не прочь показать себя в НБА и попробовать закрепиться в основном ростере команды. Идем далее. После этого состоялся еще один грандиозный обмен с Лос-Анджелес Клипперс, в котором Memphis получил аж трех игроков. Патрика Беверли, Ре Джона Рондо, да-да, Ре Джона. Сколько мы не пытались объяснить, что есть два варианта произношения его имени, но, видимо, легче смириться и сделать так, как вам больше нравится. И молодого и перспективного Дэниэля Атуру. А отдали за этот пакет Эрика Блетсу, который уже давно не играет хорошо. Memphis получил отличный пакет, а Клипперс понизили свой налог на роскошь, чего и добивались. В целом, обе команды остались довольны. Следующим обменом Memphis еще более омолодили свою команду. Патрик Беверли, который еще не успел отойти от своего обмена в Memphis, сразу был обменен в Миннесоту на двух игроков. Джарета Калвера и Хуанчо Эрнан Гомеса. Это просто что-то шедевральное с точки зрения того, насколько команда стала свежее. Страшно представить, что самый старший игрок в Memphis прямо сейчас, это Стивен Адамс, которому еще 30 даже нет. Кстати, Стайф Лакис тоже думал, что Адамс гораздо старше. Но нет, ему всего лишь 28. Вечно молодой Аквамен. Ну да ладно. Всеми этими действиями Гризлис очень серьезно подросли в своем потенциале на перспективу. Но все-таки несколько ослабли здесь и сейчас. Да, мы ждем прогресса от Джа Моррента, который с каждым сезоном показывает, что пока потолка его потенциала просто-напросто не видно. Парень прогрессирует семимильными шагами, заставляя все больше людей влюбляться в его игру. Он не просто становится лучше, а как кажется, учится делать лучше своих партнеров. Мемфису очень повезло с этим парнем, и мы не устанем это повторять. Но ни одним Моррентом Мемфис хорош. Дилан Брукс провел отличный сезон, а ему также всего лишь 25 лет. В сезоне 2021 он набирал 17 очков и 3 подбора в среднем за игру и был одним из лидеров коллектива. Также стоит отметить молодого Дейзмонда Бэйна, парня, который был выбран в конце первого раунда драфта 2020 года. При этом он очень трудолюбив и хорошо показал себя в прошлом сезоне НБА. А в этой летней лиге он стал одним из лучших скореров и великолепно бросает из-за дуги. Дейзмонд также должен удивлять в новом сезоне. Не стоит забывать и про Джарена Джексона, который из-за травм не смог, к сожалению, полностью раскрыться в предыдущем сезоне. Но сейчас у него будет довольно много времени для этого. Брэндон Кларк тоже обязан выходить на новый уровень, ведь это будет для него уже третьим сезоном в лиге, как и для Джарена Джексона. Да и другие парни в лице Даниэля Атуру, Ксави Тилмана и Джареда Калвера теперь могут раскрыться куда ярче, чем раньше. Стиви Надамс и Кайл Андерсон на правах самых опытных, самых возрастных игроков должны взять на себя менторство над молодыми ребятами и показать им своим примером, что такое правильное отношение к делу и самая настоящая трудовая этика. Несмотря на значительное омоложение состава и некоторую потерю в опыте, многие аналитики ставят, что Мэмфис снова попадут в зону турнира плей-ин и могут побороться за выход в плей-офф. Несмотря на любой исход в нашем понимании событий, организация из Мэмфиса в любом случае будет довольна. Даже если Гризлис не выйдут в плей-офф, ведь сейчас самое главное для франшизы это чтобы ее молодые таланты обросли так называемым мясом и вышли на новый уровень. Конечно попадание в плей-офф было бы отличным бонусом, но сейчас судя по всему на парней будет минимум давления и максимум свободы для развития и своего рода творчества. Мэмфис очень интересная команда, фанаты заслужили это и мы очень рады, что у них появились такие молодые ребята. На этом в общем-то все, оставляйте свои комментарии на тему перспектив Мэмфиса в новом сезоне, как думаете какой из игроков выстрелит в нем и сможет ли Мэмфис выйти в плей-офф. А мы прощаемся с вами, но ненадолго, ведь мы двигаемся далее. Всего вам доброго дорогие друзья, до связи. Субтитры сделал DimaTorzok